Так, ну, собственно, название, какая идея говорится над себя. Я в рамках презентации попытаюсь вам немножко рассказать о безопасности в Амазоне. То есть у нас на проекте основной сервис инфраструктурный и платформенный – это Amazon Web Services. Достаточно плотно и давно мы его используем. И, в общем-то, приходили мы к пониманию безопасности поэтапно. В принципе, вместе с тем, как Амазон свои фичи по секьюрити презентовал и набивая какие-то шишки. И вот об этом во всем, собственно, хочу немножко рассказать. Что будет такое совмещенное, то есть опыт наш плюс то, чего предоставляет Амазон в отдел «Велопух». Соответственно, о чем я хочу рассказать, это о том, что безопасность действительно чего-то значит. И об этом надо задумываться, смотреть, читать «бэк-практисы», имплементить те фичи, которые предоставляет Амазон или какой-то другой клауд-провайдер. Иначе могут возникнуть определенные трудности. Немножко поговорим с вами о Shark Security Model, о том, что предоставляет Амазон с точки зрения безопасности, что он обеспечивает, какие он предоставляет инструменты и о чем вы должны сами заботиться, как и в обычном, в общем-то, обычной ситуации, когда зацены. И ключевой момент – это security фичи, которые предоставляет Амазон. Все в любом случае я не смогу показать, рассказать и остановлюсь на трех-четырех основных фичах, которые мы активно используем и которые, в общем-то, рекомендуется во всех архитектурных white paper, которые действительно помогают жить более безопасно. Ну и, как бы, закончим это все автоматизацией процесса безопасности и всех. Как любой из здесь присутствующих девопсов, да, я задаюсь постоянно этим вопросом. И вы тоже думаете, как автоматизировать чего-либо. Ну, собственно, начнем мы с вами с, что, какие, ну, любая задача, любая имплементация чего-либо должна начинаться с вопроса, а зачем нам это нужно. Вот мы периодически проводим там время от времени интервью с моими коллегами и любим задавать камерозные вопросы, типа там, а зачем, или вернее, как инициализировать в питоне пустой тапл. Хорошо, когда люди отвечают на этот вопрос правильно, а зачем. То есть, собственно, и здесь хотелось бы поговорить сначала, а вообще нужно ли об этом выдумываться, о безопасности. В общем-то, Амазон какой-то уровень безопасности там предоставляет из коробки, тоже об этом поговорим, но тут немножко, как бы, такое хотел сделать изведение, привести какие-то примеры, связанные с проблемами, связанными с безопасностью Амазон, и, соответственно, вот наиболее такой, может кто-то слышал, такой красочный пример того, к чему может привести то, что люди либо не до конца используют фичи, либо не до конца понимают те риски, которые существуют в области безопасности. Была такая замечательная компания, называлась она Codespaces, предоставляла GitHub-репы, SVN-репы, еще чего-то там с какими-то там плюсами, ну и в один не очень прекрасный день, ну, то есть там не до конца понятно источник данной проблемы, но в один прекрасный день все их сервисы в Амазоне, включая там все смартшоты, все вкапы, все инстанции, все остальное, было просто-напросто удалено, и люди потеряли свой биль. Соответственно, у них украли ключи от AWS-консоли, и они там в режиме реального времени наблюдали за процессом уничтожения всей своей продукции. Соответственно, есть примеры и попроще, там существует масса ситуаций, когда человек там баловался с Амазоном, держал себе какой-нибудь AWS-квита или инстант, да, привязанный к карточке, на которой есть какое-то количество денег, и попадал на какие-то там суммы, ограниченные либо количеством средств на карточке, либо что кто успел сделать, вот, ну, как бы таких историй достаточно много, и все они, как правило, связаны с тем, что ключик от консоли уходит в правильные руки. В принципе, и вот, будем говорить не у нас на проекте, а на проекте B, был случай, когда инженер давал на ревью какой-то скрипт, который что-то делал с Амазон сервисами, и положил его нечаянно в публичный нит-аккаунт, и... И заплатил. Да нет, за отплату он такой не получает. К сожалению, не заплатил. А, не заплатил сам. Ну, в общем-то, кто-то себе нормально намайнил биткоинов, да, за выходные там, я не помню, было проходнято сотни C3.8x large-instансов, да, там же такие неплохие инстансы по производительности и по консталту. Ну, собственно, вот эти, как бы, моменты говорят о том, что нужно этими вопросами заниматься в Амазоне, независимо от того, какой у вас проект, там, это бесплатный аккаунт, которым вы балуетесь, там, для себя, или, там, какой-то, начинаете стартап, или же это, там, проект слишком большой, в котором трудятся тысячи инстансов и слишком много тех. Соответственно, ну, как бы, вопрос, зачем, на него ответ как бы очевиден, из-за того, чтобы, ну, либо не лишиться вообще, там, проекта, либо сэкономить немножко денег. Security-модель, который, ну, это официальная документация Амазона, у них, кстати, достаточно много, у них есть специальные, прямо вот, VVS-сервис, есть отдельный Space Security, там, очень много разного рода документации, это тоже оттуда. Амазон говорит о том, что наша с вами забота о безопасности, она шеет, да, то есть, за часть отвечаем мы, за часть вы. И зависит от того, насколько большую часть, там, вопросов безопасности должны камерить вы, зависит от того, какого рода сервисами вы пользуетесь. В данной ситуации, что тут, как-то, ну, это модель, шеет модель, если вы используете EAS-сервисы Амазона, ну, то есть, ключевые foundation-сервисы, такие как EC2, MS3, ну, да, это два ключевых сервиса инфраструктурных, на основе которых вы можете, там, чего-то строить. И, соответственно, в этой ситуации, managed by customer, все остальное, что выходит за пределы, там, инстанса и сторик, то есть, вы должны, как бы, заниматься вопросами сервер-сайта, там, шифрования, вопросами, как защитить, защитить нетворки передачи данных, как обеспечивать аутентификацию в рамках, там, каких-то своих платформ, крутящихся на этих ключевых сервисах, ну, и всего остального, включая данные customer, которые, собственно, там будут храниться. И, поднимаясь выше, если вы, соответственно, используете PaaS-сервисы Амазона, то уже распределение вот этой вот зоны ответственности, оно меньше, с точки зрения customer, потому что, ну, вы пользуетесь уже более высокоуровневыми сервисами, имеется в виду, там, такие сервисы платформенные, как, там, RDS, как VPC, как, там, Elastic Load Balancer, то есть, вы уже используете какой-то сервис, который включает в себя операционную систему, включая в себя как платформу, так и, там, частично какие-то сервисы на этой платформе, тут уже вот пропадают вот эти вот вещи, связанные с client-side encryption, server-side encryption, network encryption, то есть, это уже на себя берет. Амазон, опять же, вот эту модель не следует воспринимать как, вот эту часть обеспечивает Амазон, а я вообще думаю только о вышестоящей части, на самом деле немножко не так, Амазон вот в этом скупе предоставляет какие-то возможности, а вы этими возможностями можете пользоваться, можете не пользоваться, можете пользоваться правильно, можете пользоваться неправильно. Ну и, соответственно, если вы используете еще более высокоуровневые сервисы Амазона, уровня SaaS, то еще как бы меньше работы, связанной с своими собственными заботами о обеспечении безопасности, то есть, фактически, у вас остается только данные и клиентская, клиентского уровня безопасности и аутентификации. То есть, это такие сервисы, там как SNS, там SQS, то есть, там вам уже остается заботиться только вот о клиентской стороне, то есть, вы используете уже все готовые наработки уровня сервиса Амазона и область собственной безопасности, она уже меньше. То есть, это по поводу SharedModule. Еще раз повторюсь, что вопрос, чем выше уровня сервисов Амазона вы используете, тем меньше вопросов остается ваших собственных, ваших каких-то фреймворков и так далее по безопасности. Но вот эту часть вы тоже должны о ней заботиться, то есть, вы должны какие-то фичи... Ну, ключевая фича показана, вот, IAM, который может использоваться... Ну, это не единственная, в принципе, юриди фича, но она тут показана как основная и, собственно, ключевая. Это слайд, который демонстрирует все сертификации самого Амазона в области безопасности. Достаточно большой список, я не знаю, есть ли тут такая безопасность сертификации, сертификация, которая... Ну, то есть, отсутствует ли какая-либо из существующих сертификаций? Ну, то есть, это практически весь скоуп, все, что можно получить в области сертификации безопасности, Амазоном получено. На самом деле, Амазон, это такой сервис, который работает для очень широкого и большого скоупа кастомеров, там, вплоть до каких-то правительственных организаций, поэтому это все является необходимым. И, ну, там, одна из ключевых сертификаций 327.01, которая говорит о том, что те сервисы и те фичи безопасности, и ту платформу, которую Амазон поддерживает, она, ну, то есть, максимально безопасна на уровне процедуры процесса. Ну, то есть, это значит, что у них там, условно говоря, в дата-центр просто так не войдешь, да, там, везде, где нужно стоят камеры, везде, где нужно стоят соответствующие системы контроля и так далее и тому подобное. На самом деле, во всех тех случаях, которые я приводил как примеры, вот взлома, да, там, как бы, когда ключи от аккаунта вы теряете, во всех этих случаях, как правило, первыми реагирует Амазон. И в нашем случае тоже, и во всех остальных случаях, то есть, буквально через несколько часов после того, как крадут у кого-то ключи, происходит какая-то активность, и, как правило, ненормальная активность. То есть, если вы используете сервис на каком-то уровне, да, то это плюс-минус, там, ночь-день, но уровень использования ресурсов, он остается плюс-минус прогнозируемым. И на стороне Амазона есть соответствующие инвенты и свяжения за тем, как каждый кастомер использует свой аккаунт. И если происходит, там, серьезное изменение в этом михайвере, то Амазон шлет письмо. Но, как правило, реакция на это письмо, она... Ну, во-первых, если компания большая, то непонятно, кому это письмо придет и будет ли его кто-то читать. В большинстве случаев, которые вот на Хабре можно посмотреть, там люди, не зная английского, смотрят на это письмо, ну ладно, что-то хотят, реклама какая-то. Но, как правило, Амазон достаточно быстро и проактивно реагирует на секьюрити-инциденты, которые касаются. В общем-то, это говорит о том, что вам вообще не нужно задаваться вопросом, а как Амазон обеспечивает безопасность, там, свою, внутри себя тех сервисов, которые... Мы не помним, мы вот только одну похожую, даже не такого уровня сертификацию проходили у нас на проекте. Это что-то похожее на, я знаю, тут немецкая, какая-то из них, я просто не помню так визуально... Но мы проходили там процедуру обеспечения безопасности под TUV, не помню, где-то, по-моему, два года. То есть, что-то они нам приходили и говорили, а сделайте то, мы сделали это, сделайте следующее, сделаем это. Но, как то есть, туристическое генство, да? Типа два года. Ну и в итоге, это достаточно был длительный и такой очень непростой процесс, а вот этот набор сертификаций говорит о том, что Амазон достаточно серьезный вопрос. Ключевые фичи безопасности, которые есть вне зависимости от того, с какого уровня сервисами вы пользуетесь, будь то IaaS, будь то SaaS, все равно у вас есть набор этих фич, все имеет смысл на уровне, что из этого вам более важно или менее важно. Соответственно, ключевая функция безопасности Амазона – IaaS. IaaS дает возможность управлять доступом к аккаунту. То есть, если до того момента, как возник IaaS, IaaS появился, если я не ошибаюсь, это два-три года назад, до этого Амазон предоставлял аккаунт. Аккаунт в себя включает, ну там, заведенную учетную запись, security key и secret key. Соответственно, ко всем сервисам вы получаете доступ к юзаю этих два параметра. И что бы вы ни делали в Амазоне, в момент, когда вам нужно запустить instance, удалить instance, любые движения в рамках инфраструктуры приводили к тому, что вам нужно каким-то образом эти два параметра передать. То есть, классический способ – вы их каким-то образом вложите на instance и что-то делаете. То есть, в такой ситуации защитить вот эту пару IT-шкой ключ, ну, очень-очень было непросто. И достаточно часто этот вопрос возникал, и Азон выпустил вот эту вот функцию IAM, Infrastructure Access Management, которая позволяет создавать, ну, мы чуть подробнее на ней поговорим дальше, то есть, позволяет создавать там роли, позволяет создавать массу сущностей, которые уводят от вот этого вот одной пары ключ-секрет в рамках всей вашей. Temporary Credential – тоже очень правильная, очень интересная фича, тоже о ней отдельно поговорим. instance firewalls, Amazon реализует это с помощью security group. Ну, этим пользуются, как правило, все, потому что любой ресурс там, который вы создаете, он требует наличия security группы. Логичным является неиспользование правила 4.0 slash 0, да, там, во все стороны. То есть, ну, как любой firewall, интерфейс к этому предоставляет и Amazon с плюс-минус теми же правилами. Использование CLI и API и audit всего этого дела тоже на уровне security group поддерживается. VPC – одна из ключевых функций, которая позволяет вам очень сильно снизить вот ту поверхность атаки, которая осуществляется, потому что, если вы используете public cloud, то, соответственно, даже используя security group, у вас все равно каждый instance должен быть защищен в уровне security group и всех остальных решений поодиночке. Если вы развачиваете VPC, то, соответственно, у вас внутри public cloud свой private cloud размещается с серыми адресами, и вы обеспечиваете уже безопасность только на точке входа, что намного проще. При этом Amazon рекомендует использовать bastion-hosts, тоже отдельно об этом немножко расскажу. Dedicated instances, ну, вот, как бы, фич много, здесь только ключевые изображены, и из этих ключевых мы с вами подробно поговорим там от трех. VPC – одна из этих функций, да, Amazon, которая позволяет вам построить… То есть, если у вас один instance в Cloud, наверное, вряд ли об этом стоит задуматься, но если у вас там уже предусматривается какое-то наличие там frontend, backend, серверов и еще чего-то, даже если их немного, в любом случае уже использование VPC будет адекватным с точки зрения и безопасности, и с точки зрения будущего роста в том числе. Соответственно, если вы строите VPC, то вам предоставляется этот инструмент в рамках AWS консоли, включая API доступ и CLI доступ, чтобы это дело автоматизировать. Вы должны обеспечить внутренний роутинг, обеспечить адресацию своих сетей внутри Амазона и доступ к ним. То есть, вам нужен, если у вас есть внешний дата-центр, по идее есть, потому что полностью полагаться 100% на Amazon и не иметь хотя бы офсайт бэкапов – это не есть рекомендация Амазона. Ну, то есть, Amazon об этом говорит, что мы, конечно, у нас много регионов, там много всяких AZ, и там мы предпринимаем очень много усилий на то, чтобы обеспечить отказоустойчивость инфраструктурой, но в любом случае вы там о офсайт бэкапов подумаете. Мало ли что может случиться. Соответственно, вам нужен какой-то VPN на тот внешний дата-центр, где вы что-то будете делать. Возможно, это офис, в котором там работают девелоперы или еще кто-то. Ну, и вам нужен, так называемый, интернет-гтв для того, чтобы выпускать трафик изнутри вашей VPC и обеспечивать работу ваших сервисов. Это все, то есть, строительные блоки, rocking-тейблы – это все достаточно хорошо описано. И как бы VPC – это та фича, которая must-pair и та фича, которая расправляет. Он чувствует себя на порядок безопаснее, потому что фактически здесь у вас только 2 точки, безопасностью которых нужно хорошенько подумать и хорошо их обеспечить. Все остальное находится внутри. Да, есть еще так называемые паблик сабнеты слева, где вы можете повесить эластикой адреса или просто паблик адреса, и тогда к ним доступ будет прямой. Но это, опять же, делается как отдельное DMZ, и там тоже вопросы безопасности отдельные, то есть, должны быть более жесткие security-группулы. Ну, в общем, это ключевая фича. Если вы хотите строить инфраструктуру в Амазоне, первое, о чем следует задуматься – это о том, чтобы не размещать инстансы в паблик клауде, а сразу строить Virtual Private Cloud. Как получать доступ к Virtual Private Cloud? Потому что вам придется каким-то образом провиженить свои инстансы, вам придется каким-то образом трэблшутить, смотреть логи. Ну, вся вот эта вот DevOps-работа, она не надевается, она просто перемещается в другого типа платформ. И вам необходимо обеспечить безопасный доступ к вашим инстансам, и Amazon рекомендует использовать для этого так называемый Bastion. Что такое Bastion? Bastion, на самом деле, это обычный инстанс внутри вашего клауда, внутри вашего VPC. Единственное отличие этого инстанса является в том, что ваши security-рулы обеспечивают интерактивный доступ только сюда. Ну, то есть, условно говоря, SSH-порт для Linux-based систем или RDS-порт для Windows-based систем открыт только на этот инстанс. Ну, естественно, это должен быть не один инстанс, потому что если он каким-то образом, а такое бывает достаточно часто, откажет, то вы получите без доступа к вашему VPC, что не очень удобно. Ну, то есть, это должно быть как-то проскейлено, то есть, должно быть не в единственном XDI, но сам факт, что вы обеспечиваете доступ только к Bastion на уровне консоли, а уже отсюда, это ваша private-сеть, там private-adreside, вы уже ходите куда угодно, на какие угодно сети. И уровни доступа тоже могут быть разграничены. Как правило, хорошей практикой является неиспользование паролей, соответственно, вы можете положить на Bastion паблик ключи только тех пользователей, которым разрешен доступ, а уже там на все последующие инстансы ключи могут быть совершенно другие. И человеку, как минимум, нужно выполнить два раза процедуру авторизации, в первый раз он должен иметь право получить интерактивный доступ, получить SSH консоль, а второй уровень доступа, это уже внутри вашего паблик клауда, получит доступ на уровне, опять же, SSH сессии только на те инстансы, где у него есть соответствующие ключи. То есть Bastion это способ, опять же таки, снизить поверхность атаки и уменьшить количество той области, по поводу которой нужно беспокоиться, в данной ситуации беспокоиться о вот этих вот security role. Собственно security группы и security role это тоже security фича, и Amazon говорит, что используйте всегда мульти-тай архитектуру, то есть предоставляйте уровень доступа только тот, который нужен на данном уровне. К примеру, доступ к базе данных в данной ситуации может быть гарантирован, может быть не гарантирован на уровне внешних security group, в лучшем случае он не гарантирован. Опять же, сервисы, которые залоганы внутри VPC, будут общаться друг с другом, там ваша база данных будет общаться с вашим backend сервером, потому что они находятся в одной VPC и у них внутренние security role разрешают полный доступ без каких-либо ограничений, а внешний доступ будет заблокирован. И вот в идеале у вас должна быть ситуация с security группами, регулирующими внешний доступ. это к бастиону открытые порты и веб-порты, которые открыты на ваше приложение. Все остальное уже внутри. Можно пытаться усовершенствовать безопасность внутри VPC, разграничивая там уже доступ, используя внутренние security group. но можно принципы руками особо этим не заниматься, потому что у вас несколько периметров получается. Ключевая еще одна прича это YAM. То есть то, что нужно использовать, то без чего не получится у вас как-либо эффективно защититься от потери ключей, исключать такую возможность, исключать человеческий фактор не получится, потому что человек может потерять ноутбук или там, не знаю, записать свои ключи на листике. Разные есть варианты. А что там, детей теряют? Ну, а тут как бы это, ну... А дети знают ключи их себе. Сами папа работает. Ну, где? Какой пароль правильный? А там можно Жигули предложить. Прям маленькие вот. То есть YAM дает возможность разграничивать в рамках одного Amazon аккаунта создавать различные группы. Группы содержат уже аккаунты непосредственно юзеров и создавать то, что называется роль. Роль – это набор полномочий, которые имплементируются уже для сервисов. Для групп и для конечных пользователей нужно и можно использовать мультифакторную аутентификацию. Наверняка знаете, да, что это такое. И используя мультифакторную аутентификацию, украсть, опять же таки, пару ключей будет недостаточно. Тут есть, конечно, момент, связанный с тем, что Amazon предоставляет возможность API доступа к всем своим сервисам и CLI доступа к всем своим сервисам. В принципе, есть такая возможность использования мультифакторной аутентификации для API и для CLI функций, но тут есть свои нюансы. Мы на текущем этапе используем мультифакторную аутентификацию только для доступа к AWS консоли. То есть это достаточно просто настраивается. Вопрос здесь ключевой в другом, как обеспечить использование этой функции. То есть эта фича есть у пользователя. Пользователь может нажать кнопочку там «Хочу я доступ». Ему будет предложено пройти шаги, настроить в своем телефоне приложение, которое будет ему выдавать коды. В принципе, там есть возможность использовать и выделенные устройства такого плана, которые будут более безопасными, нежели просто некое приложение на мобильном телефоне. Но важным здесь моментом является, как заставить всех и как контролировать, что все используют это. Это уже вопрос к автоматизации, к рулам и к тому, как построена инструкция. Роль очень важную здесь играет. То есть, соответственно, очень правильная фича, которая позволяет уйти от хранения AWS-карденшалов на конечный кинстонс. То есть это очень плохая практика хранить AWS-ключи на инстансах. И Amazon предлагает вот эту вот фичу и антимпорит репетеншал для того, чтобы выйти из этого положения и не использовать, не передавать на конечный хост никаких security-карденшалов. Вы формируете на этапе запуска инстанса, вот здесь пример из CloudFormation, можно и другими способами передавать роль. То есть, вы запускаете в рамках своей инфраструктуры какие-то инстансы и описываете роль этого инстанса. В эту роль включаются соответствующие правила. Для данной ситуации разрешается S3 доступ на уровне list all buckets корня S3 и get bucket location для встроенных ресурсов. Плюс для какого-то рода ресурсов еще разрешено вложить туда что-то, какие-то объекты, удалять объекты. Такие правила есть для вообще всех любых функций. На уровне может ли данная роль позволить удалить инстанс, создать инстанс, тушить что-то в SES, изменить какие-либо параметры, получить доступ к S3. То есть, вы, соответственно, описываете, если это у вас сервер базы данных, то ему нужен для разворачивания доступ к S3 и нужен доступ к RDS сервису. Все, вы это описали, запустили, этот инстанс формирует на этапе запуска временные критершиалы. Хотел показать, но не получится, потому что не подключено. То есть, на любом инстансе можно увидеть это, посмотреть метадату, используя служебную URL, и там будет видно, что есть некий ключ, есть некий секрет, секретный ID и есть security токен. И там указывается дата, то есть он перевыпускается, по-моему, каждые два часа. И, соответственно, Amazon обеспечивает регенерацию этих временных креденшалов на инстансе. И этот инстанс получает доступ только к тем сервисам, которые разрешены. Это исследование, еще один момент, на который я бы хотел обратить внимание. Многие в Амазоне используют то, что называется AMI Market Store. То есть, уже есть куча готовых забангленных амишек, то есть уже готовых образов. То есть, я хочу себе там Redis-сервер, да? Да, пожалуйста, там десяток всяких уже предцетабленных Redis-серверов. Мне не нужно ничего там инсталлировать, ничего, заниматься вопросами дата. То есть, огромное количество уже готовых имиджей, и нужно очень осторожными пользоваться, потому что Amazon не имеет никакого отношения к их сапорке. То есть, это комьюнити. Вы хотите раскрыть свой, там, что-то классное, вам кажется, на сетапе, отправили в Amazon Marketplace для того, чтобы другие могли пользоваться. Так вот, компания Dell провела исследование по поводу, как же обстоят дела с безопасностью этих амишек, паблик амишек. И, как бы, не очень все хорошо. То есть, на большинстве из них обнаружены какие-то SSH-ключи. Там, ну, и, как бы, статистика говорит о том, что очень все плохо. То есть, почти на половине этих амишек есть какая-то информация, которая может быть использована для получения доступа. Теоретично. Ну, и, как бы, закругляясь и завершая весь этот процесс, вот те фичи, которые Amazon предоставляет, ими можно пользоваться, ими можно пользоваться руками. То есть, я могу зайти, предоставить там IAM доступ, создать IAM ролик. Могу включить кому-то мультифакторную аутентификацию. Могу настроить какие-то security рулы. Но весь этот процесс нужно автоматизировать. Иначе, чем больше будет ваша инфраструктура, тем больше ошибок вы будете допускать. Соответственно, что нужно автоматизировать, о чем нужно задуматься. Конферация бастиона должна быть автоматизирована. Пришел новый человек на проект. Есть стандартная процедура. Он, как у нас это сделано, в GT планирует себе repo, добавляет свой ключ, создает pull request. Дженкинс Джоба видит pull request, если approve. То есть, это точка, где нужен approval. Если человек, который видит, что да, это правильные Dev QA или еще кто-то, он входит в какую-то команду, менеджер сказал да, идет build, автоматическим образом попадают ключи человека на бастион. У нас, на самом деле, несколько бастионов. У нас есть Dev VPC, QA VPC и Production VPC не связанные друг с другом. У нас есть бастионы на всех этих уровнях. И части людей нужен доступ только к Dev. IAM Access тоже вещь, которую нужно автоматизировать. Опять же таки, у нас есть отдельный проект, который занимается автоматизацией IAM доступа. Создан YAML шаблон. Вы добавляете себя в какие-то группы, в принадлежность к которым определяете сами или ждете подтверждения от менеджера. Добавили, если ваш коммит отрогнули, автоматически IAM доступ, ваш аккаунт добавляет нужные группы и вы автоматически получаете доступ. Ну, не совсем автоматически, но когда сервис пройдет следующую фазу деплоймента, у вас будет доступ к IAM. Мандед Ритекс, за этим тоже нужно следить. Дело в том, что все ресурсы, которые вы создаете в Амазоне, нужно дегировать, иначе вы не сможете делать билинг для себя, первое. И второе, иначе вы не сможете сделать качественный IAM доступ. Потому что IAM доступ привязывает роль к определенным ресурсам. Для того, чтобы выполнить это сопоставление, вы должны знать, каким ресурсом. Какие ресурсы? Это серверы баз данных. Хорошо, у них есть тег DB сервер. Это серверы приложений, у них есть тег Web сервер. Ну и так далее. Соответственно, если вы все ресурсы тегируете, вы тогда можете привязывать IAM доступ на основе тегов. вы можете считать косты, потому что стоимость ваших разных тим, да, она разная. Разные ресурсы потребляют разное количество computing hours, и, соответственно, разные счета приходят для того, чтобы это разделять в нужный тег. Кост-алерты внутри себя, внутри своей компании вы можете реализовать на основе, опять же, некой автоматизированной системы, которая смотрит на теги, считает и выдает вам результаты. Ну, у них репозиторий чек на предмет, здесь имеется в виду, на предмет того, что вы не должны нигде хранить ключи. И, соответственно, нужна автоматизированная процедура, которая будет смотреть на использование ключей, чекать их нахождение. Ну, это то, с чем нужно заниматься. И, соответственно, у нас на проекте эти... То есть автоматизация этих вещь присутствует, и у нас наши американские коллеги очень любят прикольное название, и у нас это дело названо... Ну, то есть каждая из этих вещь там свой саб-проект, и это все названо бобрами. И у нас есть, да, там, Conformity Beaver, как проект, который занимается проверкой тегирования. Если вы запустили ресурс и не протегировали его, Conformity Beaver его уничтожит. Ну, то есть он сначала пришлет письмо, скажет, ай-яй-яй, вот есть ресурс не протегированный, если никто этим не займется, он будет уничтожен соответственно. Jata Beaver это security рула, которая занимается... Удалением старого. Да, точно. Удалением неиспользуемых ресурсов, которая проверяет там, опять же, там очень много, костов уходит на какие-то снэпшоты, да, которые делаются, опять-таки, автоматизированные, которые там... срок годности, которых уже давно истек, а вы за них платите. Соответственно, Jata Beaver может проверять по каким-то рулам, по TTL, когда эти ресурсы должны быть автоматически удалены. Security Reaver у нас там проверяет IAM аккаунты, например, включен ли IAM доступ для пользователя. Если не включен, то, соответственно, будет соответствующая нотификация, этот IAM юзер будет переведен в группу read-only, на первом этапе не сможет ничего делать, до тех пор, пока он не включит в себе IAM доступ, пока он не включит в себе мультифакторную нотификацию. То есть, шьем это общество, да. Ну, и Missly Beaver – это, опять же, агент, который автоматически считает косты и отслеживает аномалии. Если Тима в прошлом месяце потратила за месяц на Amazon сервисы 10 тысяч долларов, а в этом месяце 20, то это не совсем может быть правильное поведение, и придет письмо, которое скажет, ай-яй-яй пост-алер. И, соответственно, вы там уже исследуете, чего бы вам оптимизировать с точки зрения доступа. Ну, как-то так. Уже есть запитания на вопрос? Вопросы, по айдентификации есть вариант, банальный смс-ки падал пароль? То есть я звонил за... Нет. Ну, вы понимаете, смс-ки связаны с кастами, да... Интересно. Касательно temporary credentials, они temporary из-за того, что время перегенерируются или у них есть определенный срок жизни? Ну, то, что генерации каждые 2 часа я услышал, а на любой период можно указывать месяц, два... То есть вы хотите дать роль, которая истечет через месяц? Да. Почему не temporary? Почему temporary? Потому что они существуют на этап существования роли, имплементации роли. Вот в пароле запустился инстанс, создались credentials, инстанс ушел, credentials. А для человека, который с Амазоном не знаком, с чего следует начать знакомство с Амазоном по вашему мнению? Вообще или в области безопасности? С точки зрения безопасности, допустим, чтобы не было провала. Очень классные ресурсы на самом Амазоне называются они architecture best practices. Вот там все схемки даны, берешь и строишь инфраструктуру и сказать. Если ваша проверка, например, нашла, что ключи были заблуждены, что вы дальше делаете? Генерируется алерт на соответствующую тему или на весь проект. Ну а я-я-яй надо. То есть дальше просто изменяется? Естественно, да. А вопрос такой. Вот если, допустим, все-таки убрали ключ, который там в какой-то супер-роле находится, который можно делать все практически, он какой-то там автоматически перегенерируется или можно пользоваться сколько угодно? Ну там где-то смотр, допустим. И быть не замечено. К хорошему. То есть если вы не заметили, что ваш ключ каким-то образом скомпрометирован, он будет вами же использоваться дальше. Вопрос в другом. Вопрос в том, что, как правило, такого рода вещи не проходят бесследно. То есть есть еще одна классная security-фича, которую я назвал CloudTrail. Она вам позволяет отслеживать любые действия, которые были совершены, будь то в консоли, будь то через командную строку, будь то через API. Если у вас хотя бы какие-то подозрения есть, вы туда идете и смотрите, что за вызовы, когда кем были сделаны. Вся информация, которая трекается на API-адрес, вузла. Допустим, я использую ключи какие-то, да, и там будет имя того владельца, то есть информация какая? Да. Он же приказан к ключу. Он приказан к некоему ключу, к некоему ID. Поэтому в ID вы получите username. Я просто буду смотреть API-шник, с которого запрету. И получите в том числе и даст. Вопрос. Я прошу прощения. На слабо известном проекте B, на котором запустили 100-500 инстансов, там не было квот? Были квоты по ресурсам. Но у нас эти квоты, они... У вас в связи с каким-то головотяпством? Нет, не с головотяпством, в связи с тем, что очень динамичный мы можем... То есть у нас есть проектная необходимость запускать большое количество инстансов в произвольную метрию. Если эти ключи мы украли, и я обращаюсь в поддержку Amazon, как бы страхи... Вам не надо обращаться в поддержку Amazon, а у вас есть доступ к консоли. Если у вас лоли и юзеры, вы идёте туда и удаляете, делаете его неактивным. Ну да, если у вас украли аккаунт уровня глобального... Ну да, самое главное, это не мистератор. У вас есть возможность сгенерировать новый пароль, новую пароль. Ну вообще это печально. Автогенерация есть, то есть, чтобы человек сам не генерировал, а через какое-то время генерировался, по своему ключу это ложился в его, там, полпределом используют. Вы можете это автоматизировать на уровне какого-то своего приложения, которое будет заниматься регенерацией, рассылкой. То есть, получается, убрали ключ, он обновился и всё, правильно? Мне лучше не надо сгенерировать ключи, а у вас уже для этого времени. Ну это если вам нужна роли новая создавать или новых пользователей. То есть, для новых пользователей, например, или для существующих пользователей, вы можете ввести политику, твой ключ должен обновляться раз в месяц. Тогда вы можете автоматизировать этот процесс. Ну, он должен только этот ключ сам получать, потому что он автоматически не работает. Вы можете это автоматизировать. Вы можете там создать процесс, который будет генерировать и ложить ему, там, не знаю, его .sh, .pub, или ещё куда-то. Или какой-то адресатор может подключиться. Ну, уровень, чек уровня администратора может сбросить. А вообще, да, бенборист рекорденшаллс должны покрывать все необходимости его аутентификации на уровне существующих конструкторов. И, конечно, это очень важно. Спасибо. 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 Спасибо.